Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, друзья! Меня зовут Максим, это моя жена Зина, вы смотрите канал The Quice. Сегодня у нас выходные, и мы наконец решили снять видео про нашу коллекцию лягушек. Она очень большая, мы посчитали, она больше ста штук. Больше ста двадцати штук это только мягкие лягушки. Посчитайте, еще десять, десять, пятнадцать штук в сатуэточке. А сколько еще всяких резиновых, пластмассовых игрушек разбросанных по квартире, по ванне, по кухне, везде лягушки. И еще порядка десяти лягушачьих мягких особей мигрируют у детей в детской комнате где-то лежат. Лиза пыталась собрать, но не собрала. Да, сейчас мы немножко покажем нашу коллекцию и расскажем вообще историю. Вот. Приблизительно коллекция выглядит вот так вот. Вот. А еще столик мы подготовили с экспонатами, которые не мягкие. Это вот всякие разные лягушки из разных материалов. История давняя. Началась она еще у нас в Москве. Предысторию мы рассказывать не будем, это пусть будет нашей тайной. Но коллекция моя началась благодаря моей жене. Получилась такая вещь, что у нас был как-то спор. лягушку. Чисто с зимой. Я вообще люблю с ней поспорить. В регулярности не спорю. А ты забыла разве? Я забыла про спор. Был-был-был спор. Ты помнишь лягушку мне купила? Да, я сама же купила. В метро. Вот эта большая лягушка у нас осталась в Москве, к сожалению, да. Я купила в магазине. А, в магазине ты купила. Я купила красный куб. А, красный куб, да. Там была очень прикольная дорогая лягушка мягкая. Она стола 700 рублей для меня тогда и говорила. О, да, 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 да. И она купила мне эту лягушку после этого спора. Этот спор выиграл. Вот. Она купила эту лягушку. Эта лягушка со мной ездила в машине. В Москве ездила. У меня был тоже минивэн. Крайслер. И эта лягушка у меня жила в этом минивэне. Когда стоял в пробках, немножко она как бы скрашивала негатив от стояния в пробке. Вот. Когда мы приехали в Америку, мы тоже первым делом купили минивэн. Покажи первый экспонат, который у нас появился. Вот. Она старушка. Да. Она столько растиралась уже, бедная. Многие зрители эту лягушку видят в машине. Машины меняются, лягушка остается. Она видела все, что только можно видеть. Она видела все города, она видела куда мы ездили. Все наши путешествия. Да, все. Все, все, все. Да. Поэтому, если вы видите лягушку, лежащую на приборной панели, это означает, что я еду на своей регулярной машине, на которой я постоянно путешествую. Вообще, у меня в машине доходила ситуация до пяти лягушек, прибывающих в машине в разных местах. Ну, другие маленькие совсем. Ну, другие маленькие. Прячутся. Прячутся в норках, да. Вторая лягушка, легендарная у нас, вот эта вот. Да, это легендарная. Она ночевала в доме с привидением. Легендарная, генеральская лягушка. Она ночевала в доме генерала Доджа. Получилось так, что это любимая игрушка Лизы. И мы пошли смотреть дом-музей генерала Доджа, и случайно Лиза эту лягушку выронила. Оставила на втором даже дисковой комнате. Оставила, да, ее. И мы об этом узнали, когда уже выставили музей. Музей уже закрывался, он уже закрылся в этот момент. И лягушка осталась ночевать в доме генерала. А на следующий день я пришел и лягушку забрал с ресепшена. Нам это торжественно вручили. После чего у нас возникла семейная поверь, что в лягушку селился дух генерала Доджа. Поэтому это у нас генеральская лягушка. Она общалась с генералом Доджа и... Только и с друзьями генерала Доджа, и с женой, и с детьми. Со всей семьей генерала Доджа общалась эта лягушка ночью, пребывая в этом доме. Есть лягушки, которые у нас любимые экспонаты есть, которые просто мы покупаем для коллекции. Скажи о коллекции, которая у нас самая интересная коллекция. Да. Лягушки от твоего образа человека. Да, вот это вот отдельный разговор. Целая серия авторских лягушек. Началась она у нас с мистера Квака. Я не помню, кто из нас его купил. Ты купила, я купила девочку. А, ты купила девочку для коллекции, потом нашли. Потом у нас появился вот этот персонаж. Пандер Дроппер, так его зовут. Мистер Пандер. Короче, жаба квакский, жаба прудский. Жаба прудский. Ну, сложно перевести вот эти американизмы, но получается, если на русский переложить, что он как-то получается жаба прудский. У некоторых лягушек, когда мы их покупаем, есть такой шильдик, такой этикеточка, и некоторые лягушки имеют свое собственное имя. Да. Что, в общем говоря, прикольно, потому что хочется как-то, ну не знаю, персонафицировать, очеловечить их и какое-то, ну не знаю, отношение другое к этим экспонатам получается. Например, вот это вот, это Бо. Это, ой, ускакал. Они его сейчас не выпускают. Они ее не выпускают, это был ограниченный тираж. Фирма Федекс выпустила лягушку вот эту, и еще даже мульт сняла рекламный про умную лягушку, которая занимается почтовыми рассылками. Не знаю, на ютубе, наверное, можно это видео найти. Лягушка эта продавалась в течение сезона, сейчас она уже out of stock, ее нет, она уже коллекционно считается, вот. Тут даже надпись Федекс у нее. Вот. Некоторые лягушки поющие. Да, так вот, вот она купила вот этого квака. Я покопался в интернете и обнаружил, что художник, дизайнер, который делал этих лягушек, он сделал целую серию этих лягушек. На тот момент мы жили в Миттауне, и там был магазин очень интересный, всякие разные сувениры. Зина очень любила ходить туда погулять, кино там разное, кинотеатр, там магазинчики, бутики. И спустя какое-то время она нашла, что вот все вот эти вот квати практически, там, может быть, за исключением двух, которые нам не очень понравились, мы не стали их покупать. Мы покупаем только те экспонаты, которые нам нравятся. Там ангел-лягушка осталась. Ну, не очень там, он понравился, а вот, когда они решили ликвидировать коллекцию, они на продажу выставили всех своих лягушек. Они закрывались. Да, закрывались. И мы у них купили очень дешево, поторговались, купили всю серию. То есть вот у нас вот такая вот лягушка, огородник, невеста у нас. Вот такой вот у нас респектабельный, я даже не знаю, хлыщ, жених, наверное, не знаю. Нет, это мистер Фолк. Мистер, да. А вот с этим, кто-то из них жених, вот я не помню, надо посмотреть. Жених в черном. Да, а вот это как бы дружбан жениха такой, да. Наверное, это не место. Да. То есть, такая вот кумушка с продуктами, с товарами, с какими-то сумками, да. Я кумушка. То есть, прикольно. А вот это вот такая трогательная лягушка, чем-то зимно поминай, такая ардекошная. Такая вот вот она вся стильная такая, вся очень милая такая, вся добрая, да. Некоторые лягушки, они достаточно известны, растиражированы, термит, у нас их несколько, где-то чуть-чуть был второй термит у нас. Термит, второй вот сидит большой. Большой термит, вот он мне нравится, его можно вот так вот ква-ква-ква-ква-ква одевать. Несколько экспонатов у нас интересных потерялись во время поездок, вот. Но, да, естественно, что-то теряется, что-то находится. Изрядное количество у нас лягушек, которые поют. Это отдельная, да, тема, поющие лягушки. Сейчас еще один термит у нас. Есть особо любимые лягушки. Вот эту вот лягушку Дина Бомты нашла, вот эту, да? Да, я нашла ее в магазине. Она мне очень нравится. Это лягушка для поднять настроение. Она стоит у меня на рабочем месте. И когда у меня там заваливается работой... Песня старого фильма. Да, известный мюзикл «Черно-белый», по-моему, кажется. Песня старого фильма. Так, из последних поступлений, которые тоже у нас с фаворитом. Вот, с бантиком. А, с бантиком. Песня старого фильма. У этой лягушки есть собственное имя. Это Еремия. Так, по крайней мере, было написано на шильдите. И была краткая история про реального человека, который исполнял эту песню. Это известный американский певец. Но вот лягушка Еремия. Такой певец американский. Кто у нас еще? Вот эти лягушки тоже одни из первых. Это у нас третий. Уже не поют, когда сердечки можно было сложить вот так вместе. Исполнялась такая песенка известная в 60-е годы. Но сейчас у них, к сожалению, с механизмом тоже проблема. И вот эти тоже лягушки у нас уже перестали петь. Вот, может быть, батарейки поменять нужно. Да. Они рассаживались в разные концы комнаты. У них был инфракрасный порт такой, с друг другом они связывались. И они пели дуэтом. Сначала одна, потом вторая, потом опять первая, потом вторая. Рождественскую песенку они пели. Вот. Нужно заняться ремонтом. Забыл про нее? Да. Мексиканская такая. Я просто искал, куда-то поставила. Знаешь, что у нас такая есть еще. Она прыгает, бегает, танцует. Да. Эту нам лягушку подарил Дима. У нас приехали друзья вот из России. Саша с Димой. О, Марк. Хороший. Да. И Дима у нас занимается тем, что помогает нам коллекцию увеличивать. Да. Иди. Все. Можешь идти и поиграться с ней. Да. Лиз, можешь свою любимую лягушку брать. Держи генеральскую. Иди. Будьте смотреть. Все. Генеральскую тебе отдаем. Все. Самую главную лягушку забрали. Лиза все переживала, что мы с этой лягушкой что-то сделаем. Он помогал нам эти лягушки расставлять. Дальше. Кто у нас еще из любимых персонажей здесь есть? Да. Вот это у нас Филипп. Тоже лягушка со своим собственным именем. Тоже на шильдике было написано. Она философ. Она вот так садится в эту позу и размышляет о сути бытия, уставившись наверх. А так здесь очень много лягушек, которые как бы... А, если ты сейчас эту лягушку забыл? Да. Вот еще появилась одна лягушка. Зина, посмотри, мне кажется, что внутри надо щелкнуть батарейки. Нет, нет, включи он. Там нужно у нее в попе где-то есть этот самый... Работа, наверное? Нет. Да, нужно батарейки менять. Она тоже танцует и поет диджей. Это диджей. Лягушка-рэпер-диджей, да. Лягушка-диджей, но она надо просто проверить. Батарейки проверить. Ну, как бы песенка у нее не очень. Вот, по крайней мере, я рэп не очень люблю, поэтому... Она глазки двигает. Но она двигает прикольно глазами. Глазками танцует. Да, и йо-йо делает, там, йо-мен и все прочее, да. Это прикольно мне нравится. Да, вот это вот, милая, покажи ее, да. Цветочки. Цветочка такая, жаба-квакская. Такая, ну, стю, есть такая халюосия такая. Да, так, давай покажем сейчас еще. Вот это вот тоже из последних поступлений. Это невеста. Лягушка-невеста. Была я тебе ее месяц назад показывал. Значит, я просто не помню. После Нового года. Да, Дима у нас активно занялся пополнением нашей коллекции. Он, когда узнал, что я коллекционирую лягушек, он сказал, слушай, а сколько у тебя вообще этих лягушек? Говорю, ну, бог у вас, ста штук. Он говорит, слушай, ну, это уже, наверное, серьезная коллекция. Да. Я не подарила. Есть лягушки сугубо утилитарные. Зина их очень любит. Вот эту вот большую кваку она любит. Я, наверное, люблю спать. Да, когда дети Зину ухайдакивают. Она как раз по моему роста почти. Зина тебе дает эту лягушку сюда вот или на диванчик на этот, или здесь вот смотрит телевизор, развалечена эта лягушка. Еще пару спательных лягушек. Вот эта вот большая. Это на липучке. Одеваешь сзади. Лиза любит ходить. Вот эта лягушка-подушка. Она раньше лежала у Лизы. Какая маленькая. Да, такая она из специального материала антистрессового. Ее очень мягко гладить. Потом что у нас? Вот этот квак. Это твой подарок. На этом. Это из Волгринса. Лягушка. Она такая успокоительная. Она вибрирует, массажная. Сейчас батарейки сели. Нужно на лапку ее нажать. И на нее ложиться. Она как подушка сделана. И массируешь. Как бы тоже успокаиваешься. Кто у нас еще из любимых кваков здесь есть? Это я купила в Колсис лягушке. Да. Колсуская лягушка такая. Это и коллекция Колсис. Там, кстати, вторая такая же есть. Дубликат. Это уже Дим нам потом дубликат подарил. Потом. Есть из новых поступлений. Вот такие вот кваки. Они с характером. Сейчас я покажу. Мы очень любим именно лягушки. Игрушки. Чтобы характер был. Да. Что тут она улыбается себе на уме немножко. Да. Потом у нее был собрат маленький бутылка Кока-Колы. Это обжора. Это обжора. Да. Вот еще одна лягушка. Бутылка. Что ты мне хочешь вообще? Я хочу отдохнуть. Приезжать на пляж. А, вот еще одна. Слушай, мы же забыли еще про одну говорящую. Вот это вот тоже Лизина любимая лягушка. Нет, она только вот в кровати. Одень. А, она да. Она звук разнесусь. Вот. Вот так вот. Сейчас Лиза придет. Песенку. Я даже не давно не брала. Нажимай, нажимай. Она песенку споет. Если нажимать быстрее, то она исполняет песенку. Она просто так проквативает ее. Не нажимай почти. Кидательная лягушка. Классно. Так. Давай расскажем теперь про... Давай. Другие экспонаты. Вот это... Это моя личная лягушка. Да. Розовая. Это лишняя лягушка. Это лягушка-подушка. Я на недостатке как на подушке. Спальный, да. Едет все сразу. Она мягкая у нас. Да. А вот это Зинкин подарок на Новый год мне. Есть такие дзенские сады, которые ставят в офисах обычно. Да. Сад камней. Да, такая вообще. А Зин придумала мне сделать вот такой дзенский лягушачий сад. Учитывая, что нету времени ехать куда-то медитировать, можно, если как бы выдался тяжелый рабочий день, просто посмотреть сюда на этот дзенский сад и немножко... Надо поставить фонтан с водой. А потом поставить такой же маленький фонтан. Ставить у нас в углу. Батарей надо по ней менять. Вот это как бы инсталляцию язинка сама придумала. Заказала в разных местах вот этих вот лягушек, разные там камушки, песочек и сделала такой мне дзенский сад. То есть такой чисто хендмейт эксклюзивный. У меня он стоит на рабочем столе. Умный жаб. Это я купила. Такой вот, да, это твой умный жаб. У нас он раньше стоял в нашем первом жилище, которое мы снимали на лестнице, всегда проходя, я его так вот гладил. Жаб, приносящий деньги. Ну, это мой подарок тебе, китайский жаб. Да, из Чикаго. Да. А вот эту лягушку мы из Москвы привезли, кстати говоря. где она? Она в таком, я тебе принесу сейчас. Сейчас Зинка принесет лягушку. Я говорю, она болела, ты помнишь? Да, 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 сейчас мы. А вот эту лягушку вы уже на канале у меня видели. Это Зина мне купила. Вот такой замечательный лягушательный чайник. Вот. Вот она, тура. Давай. Вот он выбирался. Вот эту лягушку мы привезли из Москвы, да. С него мне ее подарил один хороший человек в Москве. Вот. Тоже, как бы, когда узнал, что я неровно душу к лягушкам. Вот эту вот мы купили, по-моему, в Двенпорте. Да. В музее. В музее. Вот эту вот нам привезли из Севастополя. Как раз лягушка из Севастополя. Так. Вот эту лягушку... Купили здесь, наверное. А-а. Я сейчас попытаюсь вспомнить. По-моему, мы эту лягушку купили или на ферме, где пират паки было. Или из Севастополя. 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 соваешь лягушку это пожелание и все это происходит такая буду лягушка использовать очень осторожно эту жабу магическую потому что очень в ней сила содержатся серьезные в этой лягушке садовая немного и дети поломали чуть-чуть до прыгала она нужно ей лапу будет подклеить вот этого тоже из последних поступлений тоже зинка где-то ходил по бутикам нашла вот такого вот квака которые потом вот это вот твоя значит сейчас я на паузу поставлю покажу еще один экспонат не совсем лягушка как таковая но она тоже вписывается в концепцию лис помогает нам переносить наших лягушек да 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 беди 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 еще у нас пару экспонатов это такой у нас зенит подарок нам совместный к новому году на заказала вот такие принты на подушке декоративность лягушками да 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 все будем убирать а потом еще потом расскажем еще про зинину коллекцию кукол а потом еще потом мы расскажем про коллекцию скунсов которую пытались сделать очень редкий оказался зверек такой да зина на слонах повернута вот так что вот есть чем заняться вот это еще у нас один из ветеранов квак спикер это у нас одна из первых говорящих лягушек она очень забавно квакала вот вступала в переговоры сейчас батарейки у него сели нужно как подумать его вскрыть или заменить батарейки до тяжело его будет скрывать потом зашить но один наш ветеранов как бы нужно было про него тоже свои 50 копеек ставить вот такой арт предмет это подарила теща нам вот зенина мама у нас гостила вот пару лет назад приезжал в америку увидела такую вещь знал что к лягушкам неровно дышим а лизы зина любит вот такие вот всякие разные арт-объекты и вот таким вот кваком девочка то есть честно и поцелует и превратится этот квак красивого принца на белом коне вот как бы вот такой-то обзор у нас по лягушкам есть произошел вот да вот этот у нас путешественник периодически когда еду какие-то поездки он оказывается меня чудесным образом в рюкзаке или вот этот квак или вот этот зина мне его любит в кости сюрприза засовывать в разные мои личные вещи когда еды на большой дистанции чтобы такой как бы лягушка хранитель лягушка путешественник которая надзирает за мной так приглядывать чтобы я в аварию не попал что все нормально было то есть регулярно меня в рюкзаке какой-то из этих кваков оказывается я чудесным образом потом нахожу фигурку только лиза была 4 это так да то есть сейчас у нас как бы был комплект а вдруг и вдруг потом женька появилась но вместо маленькой девочки у нас женька до девочки бантик ну поменялись не местами здесь но получается целая семья четыре вот персонажа вот символ как раз нашей семьи вот ответ у нас лягушки сейчас зина кончила писать вернее продолжает писать пилотник из шести истории уже готовы 7 история сейчас в виде каркаса у нас отправили уже в одно американское издательство я медленно сижу ковыряясь с переводом тоже никогда не занимался литературными переводами вот хотим выпустить пилотник то сейчас повернемся так чтобы свет был да но вот так хотим мы зины выпустить пилотник сказок вот зина решила что хочет попробовать себя тоже пробу пера у нее правда были в москве научные публикации по психологии по детской вот после того как у меня был спор зины по поводу того что и кто из писатель когда я свои книжки написал зина сказал я тоже могу писать пиши кто тебе мешает и зина села и написала очень неплохие шесть таких пилотных сказок издательстве прочитали сказали что в принципе могут это издать необходимо только обсудить условия на каких они займутся публикации прислали нам договор сейчас сидим ковыряемся переводим переводим короче все идет в процессе необходимо там определенные вложения сделать на публикацию вот вроде бы нашли нескольких иллюстраторов вот одного очень хорошего прямо мне он очень нравится как он рисует вот молодой человек из россии очень у него такие добрые иллюстрации живые иллюстрации много у него работ портфолио со сказками и герои у нее получаются живые есть просто люди которые иллюстрируют ну так достаточно плоские иллюстрации получается да хорошая техника она даже не объем это просто живой да а у него получается персонажи с характером и живые вот да и мне его иллюстрации понравились сейчас с ним ведем переписку думаю о чем-то договоримся вот пока карт не раскрываю вот но если у нас удастся этот проект с этими сказками лизка пришла у тебя квак твой любимый вот квака показали так что вполне вероятно что у нас этот проект самое главное у нас нету недостатков персонажа героя да то есть вот это все это будущее герои единственных историй я сказал ну а где черпать вот пожалуйста посмотрите целая тусовка бери любого да есть уже которая описана уже в ее сказках бери любого персонажа описывая у тебя вот те готовые герои твоих сказок которых ты можешь вставлять укажу свой характер каждому ты можешь потом приклеить такой вот бирочку бейджик такой небольшой с именем и уже по ходу темы уже у нас постепенно все вот эти вот герои обретут персонафикацию такую что ли да здесь можно засохнуться с историей конечно да истории здесь можно очень много написать вот вот такую историю да когда есть наши коллекции нашей истории мы хотели нашей коллекции рассказать вам а то и люди спрашивают почему лягушки ну вот как-то так почему поделка была лягушка почему поделка лягушка потому что они везде они даже под елкой они у нас везде они по всей квартире как бы есть шанс что после этого интервью мы с тобой в якубович превратимся помнишь там якубович где-то на своем этом канале что-то вякнул по поводу каких-то там этих вот подарков что ли еще чего-то там и вот они начали всяким хламом заваливать помнишь это был кошмар он там говорит я не знаю куда же от этого избавляться ребят только только хороших лягушек шлите только добрых лягушек и с характером и живых и живых тоже можно но в летнее время мы живых будем выпускать их будем какой высушивать мы лягушек каких живых когда нас будет свой дом мы сделаем около дома небольшой пруд и туда заселим живых лягушек они будут ваши лягушки там жить главное только везите их в упакованном виде не изъяли лягушек живых лучше везите плюшевых с ними меньше мороки будет в объясняя таможенной администрации зачем везете живых лягушек когда остальные люди везут меняемые какие-то центры предпяты вот плюшек можете вести вот вот такой позитивный видеосюжет мы хотели вам снять на выходные чтобы вы немножко порадовались хоть закончились праздники основные впереди у нас еще день валентина валентайн дэй еще истер истер это пасха что еще в россии празднуют 23 февраля еще не скоро и еще масленица масленицу будем праздновать блинами может быть какой-нибудь party замутим у нас есть люди с которыми активно хотят принять участие в наших мероприятиях мы уже пару мероприятий проводили вот все спрашивают когда же очередное будет мероприятие так что анонс еще об этом сделаю вот для тех кто вот уже принимал участие особо будет специальное персональное приглашение вот придумаем сделаем я спрашиваю когда что будет сделаем 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 смотрите на фейсбуке на моем то есть на фейсбуке в первую очередь все это анонсирует вот хороших у ребят выходных вот позитивы любите друг друга вот не ссорьтесь и все у вас будет хорошо вам не болейте счастливо счастливо и и и Субтитры подогнал «Симон»!